Это очень тяжелая ситуация, когда обстреливали и были потери, это в районе Безгорана, кто-то знает. И летел я с одним генералом, он Казанцев фамилия, начальником артиллерии и ракетных войск, то ли 40-й армии, то ли, скорее всего, Токровым был, Токровым. И вот он мне рассказал, но потом как-то связалось, это все, свой полет, обстрел, что-то я видел такое. Ну, о собаках таких много знал и не случайно назвал это женским именем Нюрка, потому что в всех там сучек называли женским именем, потому что женщин был ума. Плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах, Ах, как Нюрка была хороша, самый долгенький чуя лаза. Плачет Нюрка, а птица летит, боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не простит, но ведь плачет и все не простит. Планят Нюрку в родная рука, или срут в хозяйстве руку, Как загон она, корыхка, обреченная Нюркой на муку. В вертолетный врезается волк, высеченная Нюрки на тело, Сотню раз она чуяла тон, а ступеный чуть-чуть не успел. По загривку прошел их ладок, когда запахом сбоку пахнуло, Но на тонкий стальной проводок по расщелине лапа скользнуло, И вспыхнулся огонь из камней, и запахло железом каленым, И хозяин, идущий за ней, опустился на землю со столик. И ползла, немного ползла, и лизала, и ровно лизала, И хрипела, на бой звала, и глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзья, обмотали винтами сапера, Он сказал, не без Нюрки нельзя, не сказали ему это горе. Вертолет прилетел в труп, и вдвоем погрузили в машину, Ты не плачь, Нюрка, я дур, ты не плачь, я тебя не покину, Но плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах, Ах, как Нюрка была хороша, в самой тоненьке чуяла запах. Спасибо. Спасибо, что я прошу, что вы слышите, Михаил.